Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Кракцев Сергей. Сегодня мне хотелось бы поговорить вот о чем. Вы очень часто сталкиваетесь с тревожностью. Вы мне много писали, что вы хотели бы узнать о том, как с этим справиться. И вот сегодня мы будем разговаривать о том, как же справиться с тревожностью. И прежде чем мы начнем говорить именно о способах, как справиться с тревожностью, нужно обсудить причины. Причины появления этой тревожности. Поймите, что многие вещи в нас закладывают родители. Но особенно важно понять, что в случае с тревожностью может быть как гиперопека, так и гиперопека, быть таким триггером, запускающим в вас эту тревожность еще в детстве. Вы об этом можете не подозревать. Это все дело может копиться. Очень важно понимать, что здесь может быть и такая генетическая, ну как сказать, детерминированность. Да, такая генетическая склонность к тревожности. Вот когда вы родились, ну определенным образом вашим, когда формировался ваш психотип и ядро основной, да, тепличности, так сложились все взаимосвязи нейронные и так далее, что и так вы уже к этому склонны. А родитель, который вас воспитывал, он, так скажем, поливал это семечко тревожности, да, ухаживал и взращивал его в вас. Как это может выглядеть? Это может быть гиперопека, когда я начинаю очень сильно опекать ребенка и начинаю во время этой гиперопеки запугивать его. Я же боюсь, что с ним что-то случится. Поэтому я им постоянно проговариваю, что не трогай спички, не включай лишний раз газ, не делай, значит, каких-то вещей там, не подходи к плите, плита может взорваться. Не дотрагивайся до розеток, там ток он опасен. И я знаю такие случаи, когда вплоть до 14 лет детям запрещают подходить маме к плите, например. Я знаю такие случаи, когда то же самое происходит с розетками. Я знаю, что до подросткового возраста у некоторых детей мамы пользуются вот этими вот затычками под розетки, да, когда, знаете, да, чтобы ребенок маленький не засунул пальчики туда, ну, свои маленькие пальчики, заметьте, розетки иногда закрывают, ну, или чтобы он там провод какой-нибудь туда не засунул, да, когда играл с ними. Но то же самое дети, мамы с детьми, некоторые мамы нарцисски иногда так делают, чтобы как бы они любят делать вид, что у них ребенок глупее, чем есть. Это отдельная тема, напишите мне в комментариях, если это так. То есть мамы на самом деле немножечко в сторону отходятся, направленные темы, но это может развивать чувство тревожности. Воспитывают в ребенке то, что ребенок на самом деле способен сделать какие-то странные вещи. И вот в случае таких уже формирования навязчивых идей, когда, допустим, взрослая девочка, с которой мама себя вела так, она вырастает достаточно, так скажем, ну, взрослая девочка из подросткового возраста возрастает во взрослую даму, рожает свою ребенку, у нее появляется навязчивая идея, что она его сбросит вниз, там, с балкона, с окна, с еще откуда-то. И очень часто это родом из детства, то есть мама внушает, что ты какая-то, ну, как будто не такая, или как будто слишком глупая, и все равно можешь, допустим, засунуть этот провод или пальцы в розетку. И ребенок как бы учится верить, что в нем есть какая-то двойная личность, хотя там такого и близко нет, да, это здоровый человек, в принципе, он учится верить в то, что его нужно ограждать от каких-то поступков, которые он может сделать. Причем сделать так, что он этого не желал, неумышленно, да, что он, чувство тревоги растет от сомнений, что могу ли я управлять собой, своими действиями, ведь мои родители меня воспитывали так, что я способен делать какие-то такие вещи, которые не способен делать, да, обычный человек. Я вроде бы мыслю, я вроде бы уже достаточно логичный, я понимаю, что там есть электротрок в розетке, но я способен туда засунуть пальцы или провод, да, ввиду того, что мой родитель так считает. Он считает, несмотря на то, что я достаточно взрослый, уже умею включать компьютер, уже понимаю, как устроено электричество и даже понимаю, как устроены сложные электрические приборы по типу электрочайника или даже компьютера, понимаю, что такое там какие-нибудь мегабайты и так далее, как они формируются из электротока и так далее. Но я не понимаю, точнее, я сначала буду не понимать, почему ко мне так относятся родители, потом в моей голове сформируется, ну, это же взрослый человек, значит, он умнее меня, значит, что-то такое есть, да, формируется эта идея, и я должен постоянно искать какую-то опеку со стороны, чтобы меня контролировали, вот, чтобы меня контролировали, чтобы я не делал такие вещи, да, и дальше спусковым механизмом может появиться какой-то стресс. Беременность – это всегда стресс для организма, и уже новые страхи появляются. Здесь нет фиксации на страхе электророзетки, здесь может быть фиксация уже, допустим, на страхе навредить собственному ребенку. Дорогие друзья, я должен высказать вот какую идею. Я, конечно, очень часто, ну, смотрю, что предлагают коллеги, психологи, да, и по работе с тревожностью, и очень часто предлагают, и на сегодняшний день топовые видео, я встречал, советуют работать с телом. Работать с телом, учиться понимать свое тело, то есть это различные, как их назвать, вышедшие из индуизма, йоги, практики, это различная телесно-ориентированная терапия, ну, и многие другие вещи. Это работает, но не 100%. На сегодняшний день нет каких-либо научных данных и изысканий, которые показывали бы, что данные виды терапии, связанные с телом, ну, и просто массаж, к примеру, они могут, соответственно, как-либо помочь. Они являются как бы облегчением симптоматики, да, то есть симптоматическим лечением, но ни в коем случае не решением проблемы. Поэтому вся работа с телом, дорогие друзья, отдавайте себе отчет, что это не корень, решающий ваши проблемы. И в каком-то смысле здесь лучше подойдет даже классический психоанализ в том его виде, когда вы осознаете лично, вы работаете, допустим, с психологом, и осознаете причину этой проблемы, да, но и через осознание причины этой проблемы вы ее решаете. В данном случае тревожности, да, вы разматываете как кубок, идете, идете к этому триггеру. Ну, или если это не психоанализ какой-то, ну, насчет классического психоанализа тоже, конечно, сомневаюсь, но множество психологов соединяют эти вещи с другими, да, вещами, какими-либо и той же типологией личности, и это очень хорошо работает. Но в целом, на мой взгляд, только работа с телом работает очень плохо. Ее можно делать, можно не делать, понимаете? Это, ну, как вам сказать, все практики телесно-ориентированной терапии и прочее, нет именно в психиатрии никаких доказанных вещей, никаких экспериментов, как в официальной психиатрии, что это, соответственно, являлось, вот только это может являться как лекарством, да, такой методикой лечения каких-либо заболеваний тревожных. Поэтому вот только практиковать это не стоит. Добавлять это как симптоматическое лечение вполне возможно. Так, это я озвучил по поводу работы с телом. Что 100% эффективно, да, вам будет интересно узнать, что 100% является эффективным лечением тревожного состояния. Конечно же, это может быть терапия БАДами, которая обязательно, ну, должна присутствовать для снятия, как я говорил, той же симптоматики. Но, помимо этого, есть и коэффицированная уже медикаментозная помощь при тревожных состояниях. И такую помощь должен назначать только врач. Но если вы чувствуете, что уже тревожные состояния очень сильно изменяют вашу пульсовую зону, что пульс у вас повышается, уже ушел за 110, да, у вас какие-то панические атаки, то нужно обратиться к врачу, который есть и на ютубах, и в поликлиниках, и, ну, конечно, в поликлиниках там загруз, и качество хромает, ну, в частных медицинских учреждениях. Но ни в коем случае не назначать себе самостоятельно медикаментозное лечение. Хотя во многих случаях оно может в сочетании с психотерапией быть крайне эффективным. Ну и, конечно же, дорогие друзья, вы спросите меня, ну, хорошо, Сергей, окей, мы это поняли, а что же нам делать? Вот с чего начать какое-то самоизлечение, да, и в первую очередь вам нужно принять теорию хаоса, так называемую. Теория хаоса гласит о том, что может произойти все, что угодно. Мир – это в каком-то смысле наполненное хаосом пространство. Мы не можем контролировать множество вещей. Ну, допустим, иногда с неба падают метеориты, самолеты, которые даже ученые не могут просчитать, появляются какие-то коронавирусы, да, люди встречаются плохие или хорошие в этом мире. Поймите, все очень неоднозначно. И множество вещей вы просто никогда не сможете контролировать. Мир полон хаоса. Хаос нужно принять. И принять его в том многообразии, в котором он существует, да. Вселенная из хаоса превращает все в так называемый порядок, да. Она все-таки смогла из хаоса создать такую замечательную зеленую планету, на которой мы все с вами живем. Все вещи из хаоса постепенно упорядочиваются. Образуются солнечные системы, образуются клеточные структуры и так далее. Из более сложных микроорганизмов, да, точнее, из простых микроорганизмов образуются сложные. И все это образуется, казалось бы, из хаоса, да. Все постепенно во Вселенной упорядочивается. Так же и в вашей жизни все может постепенно упорядочиться. Нет нерешаемых вещей. И вы способны упорядочивать этот хаос самостоятельно, если он будет затрагивать непосредственно вас. Но то, что этот хаос существует, нужно принять. Да, есть некоторые риски образования пожара, наводнения, затопления, коронавирусов и так далее. Ребята, мы до сих пор с вами живы. Мы живы. До сих пор. И если вы смотрите это видео, с этим сложно поспорить. И значит, вы преодолели этот коронавирус, который был в марте. Вы преодолели эти летние какие-то разморозки, заморозки. Может быть, болели, может быть, не болели. Но вы все еще здесь, и вы смотрите это видео. И значит, вы способны справиться и с другими коронавирусами, и с эболами, и с чем угодно, по факту. Просто нужно набраться сил и преодолеть это. Дело в том, что ваша тревожность, как правило, лежит не в проблеме хаоса в целом. Поймите, корень вашей тревожности лежит в том, что наш опыт, самый детский, самый ранний, показывает о том, что за некоторые продукты хаоса, случайностей нас оценивает общество и оценивает негативно. И мы боимся получить негативную оценку. Не повезло, и учитель не оценил наши знания. Бывало ли такое с вами, когда напишите в комментариях, учитель, допустим, вы выучили какой-то урок, а учитель не оценил это. Он не стал вас выслушивать, когда вы запнулись и начали объяснять, какую-то подавать информацию своими словами. Может быть, застеснялись, не подняли вовремя руку. Он всегда спросил Петю или Маню, которые отличники. То есть не дал вам проявить себя. Это ведь теория хаоса, и есть миллионы замечательных и классных учителей. Но вам попался именно такой плохой вот учитель. И это может быть в любых ситуациях. Но ведь ладно, вы же получили двойку, вы пришли домой, и родители вас, допустим, поругали. Вы случайно разжигали костер и подожгли там, я не знаю, полдома. Вы случайно забыли закрыть кран, или кран сломался, да, вот просто, но сломался у вас в руках. Вас за это поругали, да, вы затопили соседей, там, затопили нижние этажи и квартиру. Мир полон хаоса. От этого никто не застрахован. Но сегодня вы смотрите мое видео, и вы взрослый человек. И даже если вы решили случайно кого-то затопить, поджечь или еще что-то, никто вас сегодня за это не пругает. Вы можете с этим хаосом, там, сделать ремонт вашим соседям, как-то контактировать и так далее, но никто из близких не даст вам плохую оценку. Потому что, конечно, соседи будут недовольны, что вы не затопили. Конечно, вам будет неприятно, если вы спалите свою дачу, или там в институте получите плохую оценку. Но вы понимаете, что у вас множество инструментов на то, чтобы влиять на этого учителя теперь в институте. Во всяком случае, если вам так важен этот предмет, вы можете его просто купить. Как правило, в России это возможно. Вы можете отстроить заново дачу, вы можете договориться с соседями, можно сделать множество вещей, но никто вас пороть за это не будет, когда вы маленький и беззащитный ребенок. Это очень важно понять, что тот родитель, который в детстве нанес нам травму, сегодня он отсутствует, сегодня вы в безопасности, сегодня, никто вам не даст плохую оценку за это. Даже если вы будете плохой матерью для своего ребенка, по факту этого не сможет объективно оценить никто. И нужно этого бояться. И вы всегда можете это исправить. Вы всегда можете стать чуточку лучше. Совсем капелюсечку. Просто, я не знаю, пошли с психологом посоветовались, как воспитывать ребенка. Пошли с врачом посоветовались, сделать ребенку прививки или не делать. Чаще всего делать. Такой спойлер. И, соответственно, во всех случаях вы можете стать лучше. Вы можете пользоваться советами хороших специалистов, которые настроены на хороший лад такой работы с вами, взаимодействовать с вами. Это взрослая жизнь, у вас есть выбор. Больше нет этих людей, которые сильнее вас, старше вас и могут навязывать вам свои оценки и правила. И вы способны упорядочивать хаос в каком-то смысле. Это и есть великая функция любого человека. Хаос упорядочивать в своей жизни. Опять же, родители взращивают в нас страх получить наказание за те действия, которые вы раньше совершали, ну, какие-то негативные действия, какие-то проступки, да, родители говорят. Так, смотри, ты вот в прошлый раз получил двойку, ты помнишь, как мы тебя ругали? А ты помнишь, как ты что-то не выполнил, какие-то наши задания не убрался в комнате, да? Ты помнишь, как мы тебя ругали? Дорогие друзья, сегодня никто вас ругать не будет. Сегодня вы взрослая, полноценная личность, которая может делать все, что угодно, которая свободна от каких-либо оценок и которая не получит двойное наказание, двойную проблему сначала от непредсказуемых каких-либо обстоятельств, а потом еще раз и от родителей. Конечно, бывает, что не только родители концентрируют нас на негативном опыте, но и мы сами делаем это. Мы устраиваем себе какие-то флешбеки, возвращаясь в воспоминания и вспоминая о том, что у нас что-то не получилось. Но я заверяю вас, у меня было множество экзаменов в жизни, которые я не сдавал с первого раза. У меня было множество соревнований, на которые я ездил. Я многократно проигрывал. Я помню, подросткам еще там ездил на борьбу, многократно проигрывал борьбу. Ездил потом на бодибилдинг, многократно проигрывал бодибилдинг. Ездил на пауэрлифтинг, и пауэрлифтинг я проигрывал. Но рано или поздно я выигрывал. Чем-то я не выигрывал. Я понимал, что это просто не мое. И затраты, да, какие-то мои эмоциональные и так далее, просто не стоят свечи. И это нормально. И отказ от какой-то деятельности не является таким полноценным проигрышем. В ней вы не обязаны сражаться в этом мире совсем подряд. Вы обязаны быть счастливыми, так скажем, в этой жизни. Это да. Чтобы быть счастливым человеком, нужно перестать испытывать чувство тревоги. Нужно понять, что даже если случится пожар, вы в этом пожаре, ну, никак не виновны. Все действия, все там возможные мероприятия по, соответственно, возмещению ущерба пожаром можно преодолеть. Но не можно преодолеть, понимаете, постоянное чувство угрозы этого пожара и, точнее, постоянный убыток от этого чувства. Его невозможно преодолеть, потому что он будет ежеменен. Если вы от него не избавитесь, это вещь, которая ежеменен у вас будет запирать какой-либо ресурс. Поэтому чувство тревоги очень важно преодолеть. Что для этого можно сделать еще? Конечно же, можно. Это уже, можно сказать, у нас будут как тренировки, да, такие можно использовать, допустим, боитесь его пожара, использовать сначала 3D-очки, да, соответственно, смотреть на какие-то пожары. Если вы постоянно себя, значит, ну, притумываете, что боитесь огня там открытого и так далее, если это связано с фобией, как в случае не с фобиями, можно разжигать какие-то даже крупные костры, конечно, безопасно это делать, да, и предлагалось их потом самостоятельно тушить. Ну, где-то у реки и можно это сделать на отдыхе, на природе, да, как часть отдыха и взаимодействия, так скажем, с окружающей средой какого-то развлекательного, да, ну, часто, где жгут костры на природе. Но это один из видов взаимодействия. Но ни в коем случае не нужно, понимаете, ставить бесконечное количество противопожарных сигнализаций. Я понимаю, ну, можно поставить одну, но не нужно, вот у меня была пациентка, она поставила одну, третью, пятую, десятую, разных фирм, вдруг одна не сработает. То есть, если вы понимаете, что это вас загоняет в тупик, что это уже становится патологией, перестаньте. Обратитесь к специалисту, перестаньте взращивать в себе тревожность. Побороть, как я и говорил, тревожность, главный ключ еще, давайте зафиксируем одну вещь, третий, это столкнуться лицом к лицу с вашими страхами. Но это должно быть как прививка. Почему я говорю, я же не говорю вам поджечь тон, да, какой-то найти сарай, поджечь его и пойти туда, вовнутрь. Ну, это действительно опасно. Если вы по чуть-чуть там будете сталкиваться с какими-то страхами огня, вы будете постоянно анализировать, что огонь под контролем, что его можно потушить. Вы увидите, как, если часто даже разжигать костры, да, то можно пронаблюдать, что, ну, как они легко тушатся, как правильно тушить костер. Можно сходить на какие-то курсы пожарника, к примеру, да, там, я помню, раньше были такие, просто как развлечения, то есть какие-то ускоренные курсы, там, охраны, пожарные, охраны, еще чего-то. Что-то такое встречало в интернете. Можно просто даже в интернете изучить эту тему, да, как люди вот борются с огнем, как такие специализированные есть для этого устройства, как хитро он тушится, какие противопожарные материалы есть. Но, опять же, я не говорю о том, что нужно переходить в фолью, допустим, и полностью устраивать себе квартиру противопожарную, да, там, тратить на, залазить в это в кредиты. Все должно быть по чуть-чуть. Итак, первое, мы учим, как этому противостоять, но используем только доступные методы, которые не будут загонять нас в материальный ущерб. И второе, второе, мы обязательно сталкиваемся с вашими страхами, но в маленькой какой-то позиции. Даже если вы боитесь потерять какого-то человека или группу каких-то людей, попробуйте побыть в Диму Четвертых. Попробуйте разорвать с ними общение на какое-то время, если это нарциссы, да, и так далее. То есть пробуйте по чуть-чуть сталкиваться с вашими страхами, но только в том объеме, в котором вы понимаете, что вам реально в этом объеме с ними сталкиваться. Постепенно вы будете расширять этот объем. И это безумно интересное приключение, дорогие друзья, в которое я предлагаю вам окунуться. Боитесь куда-то ездить, соответственно, сделайте этот шаг. Даже боитесь просто у вас трехожность по мелочам, по всяким. Возьмите, съездите куда-то, возьмите любой город, я не знаю. И приедьте, да, в этот город, там, не знаю, сделайте осмотр достопримечательностей, да. Не обязательно это ехать в Москву, да, где много сейчас ковида и прочее. Там, допустим, вот у нас в Самаре или в каких-то еще более мелких городах, все-таки с этим проще. Ну, там, это может быть вообще какая-то ваша, может быть, область, в которой этого ковида нет. Съездили, приехали, посмотрели, какой-то, что вам нравится, храмы, монастыри, какие-то места природные или какие-то там, не знаю, может быть, другие достопримечательности, реки, теплоходы. Все, дорогие друзья, в ваших руках. Я желаю вам только здоровья и чтобы вы были как можно спокойнее и все-таки преодолели вашу тревожность. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness Psychology. Я скоро буду менять название канала, такой спойлер. Можете написать мне, предложить ваши варианты. Хочу подумать, ну, по крайней мере, я думаю, может быть, по-русски его позвать фитнес-медицина-психология. Напишите мне в комментариях, что вы об этом думаете. И я вас всех жду на своих консультациях в онлайне, ну, там, в скайпе, в вайбере, ватсап. Очень часто используем для этого ватсап. Вот и все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok